Картина картиной. Назвал название. Присваивать чужие идеи нельзя, а интерпретировать наоборот можно. Это не реклама. Мы сегодня с вами в лагере искусств. Вы смотрите Beauty Time. Я рисую, я люблю рисовать. Ну что, знакомимся участники шестого сезона телевизионного арт-проекта «Лагерь искусств». Всем привет, меня зовут Василий. Меня зовут Алиса. Меня зовут Алексей, мне 12 лет. Меня зовут Алиса. Меня зовут Костя. Меня зовут Вика. Меня зовут Милана, мне 6 лет. Я люблю рисовать. Давайте сегодня поговорим о черепахах. Мы сначала начали с наброска, с карандашного. Мы сначала наметили геометрический голову, круг, панцирь тоже в такой овал и наши плавники, которые тоже в виде вытянутого овала. То есть с такого простого рисунка начали, потом перешли к более сложным деталям, все постепенно-постепенно усложняли. Моя картина называется «Морская черепаха». Черепашка в космосе. Я ее так изобразила, потому что, мне кажется, это будет необычно и красиво смотреться. Черепаха-тортила. Моя работа называется «Плавающая черепаха». Я ее так назвал, потому что она плавает в море или в океане. Странная черепаха. Я не знаю, почему. Она как будто бы сердится и на кого-то смотрит, наблюдает. Они очень четко передали вот эти вот насыщенные цвета, вот эту живописность, которая есть в этом морском мире. Черепаха плавает на воде. Черепаха на суше. Почему она на суше? Потому что она пришла отдыхать после долгого плавания. Черепаха приехала на море. Почему она приехала на море? Потому что это черепаха, которая живет на суше, где-то в квартире. Милая черепашка, потому что на ней такие пятнышки красивенькие и панцир необычный синий. Дети, я вот с уверенностью могу сказать, не справились на сто процентов. Написать черепаху гуашью – это половина задания. Вторая половина – рассказать о черепахах, как профессиональный ведущий программы о животных. Черепахи – самые древнеприсмыкающиеся. Они живут на земле более 220 миллионов лет. Самая древняя черепаха из ныне живущих – кожистая черепаха. Ее длина может достигать 2,5 метра. А вес может превышать 900 килограммов. А вы знаете то, что у черепах нет зубов? А пищу они откусывают с помощью своего твердого клюва. У всех черепах есть панцир. Он состоит из двух частей и служит защитой от врагов. А вы смотрели мультик «Львенок и черепаха»? Персонажей для этого мультфильма нарисовал знаменитый художник-мультипликатор Борис Акулиничев. Вы, наверное, когда-либо задавались вопросом, что такое референс? А я вам сейчас расскажу. Посмотрите на эту работу. Мы рисовали похожую работу с одного примера. В этом примере может быть автор, которого мы берем работу и не срисовываем, а повторяем. И если мы все-таки сделали такую же работу, как у какого-либо автора, то мы должны обязательно указать автора этой работы. Присваивать чужие идеи нельзя, а интерпретировать наоборот можно. Обычно после выполнения работы у нас происходит просмотр. Милана, как ты назвала свою картину? Моя картина называется «Плавающий котик». Котик ловит там рыбок. Почему твой котик не такой, как все, и такие полосочки на нем? Ну, шерсть. Я просто подумала, почему бы не сделать такую шерсть, как облака. И мне так фантазия подсказала. Ну, почему ты именно сделала так, чтобы рыба без головы была? Она просто заплыла за кота. И последний вопрос. Почему ты решила обвести своего кота? Мне кажется, что он так будет выделяться от других котов. И так красиво. Я сейчас задам пару вопросов автору этой работы. Костя, скажи, пожалуйста, как называется твоя картина? Моя картина называется «Кот-от». Что это за название такое? Ну, почему-то я ее решил так назвать. Я художник, я так вижу. Как называется твоя картина? Моя работа называется «Дзын-дзынь». У меня шейник, и там есть такой брелочек. И он дзын-дзынь делает. Какие рыбки у тебя находятся в этой картине? Радужные. Моя картина называется «Кот в аквариуме». Как кот отказался в аквариуме? Ему там комфортно? Я считаю, что коту не сильно комфортно. Но как он оказался в аквариуме, я думаю, это интересная история. Наверное, он захотел кушать и увидел в аквариуме рыбок. И решил, что он их достанет и может съесть. И, видимо, не получилось. Я назвала свою картину «Кот в хорошем районе». Лера, ответь, пожалуйста, на вопрос. Почему котик такой серый? Мне больше нравится серый цвет. И тем более он у моего кота. И я вообще хотела срисовать. Как зовут твоего кота? Моего кота зовут Тимику. Мы сегодня с вами опять в лагере искусств. Мне нравится, что вы сделали. Я ведь этого не говорила. Но дальние щупальца вы затемнили. Вы вообще молодцы. То есть я вами горжусь. Тема сегодняшнего занятия – осьминог. Алексей, расскажи мне, что ты знаешь об осьминогах. В коже осьминогов есть светочувствительные белки. Тем самым они могут чувствовать свет без участия глаз и мозга. Кожа осьминога как бы видит свет. Я знаю один факт, что клетки мозга у осьминога находятся в щупальцах. Я знаю, что он может съесть своих осьминогов, которые поменьше, своими щупальцами. Я знаю, что у осьминогов три сердца и синяя кровь. Во-первых, то, что это холоднокровный морской житель, и у него еще синяя кровь. Между лук и осьминога пишу, пишу. Алексей, расскажи о своей работе. Хорошо. Моя работа называется «Плавающий осьминог». Я решил изобразить градиентный фон, так как он находится в море либо в океане. Брызги — это были пузырьки. А пузырьки я изобразил в виде таких брызгов. Мой осьминог, он просто глубоко-глубоко на дне находится. Я не придумал ей название. Моя работа называется «Космический осьминог», потому что вот эти брызги, как будто бы звезды моря, как будто бы космос. Спасибо, очень интересно. Моя работа называется довольно-таки «Интересно», называется она «Игра красками». Лера, скажите нам, пожалуйста, как называется ваша картина? Моя картина называется «Осьминог, который попал в космос». Я так назвала ее, ну, потому что это, во-первых, необычно и вообще так творчески. У меня осьминог плавает, ну, кулаками. Я хотела добиться вот этого эффекта космоса. У вас у всех это получилось. И щупальца, я очень благодарна вам за то, что вы прорисовали эти присоски, сели и проработали. Очень я ценю, что вы вместе со мной это сделали. Я горжусь вами, мне очень-очень нравится. Вы классные. Спасибо вам большое за урок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!